Мне так хватает то, что делаю я, моя дорогая. Просто давайте с вами пообщаемся и давайте с вами придумаем что-нибудь новое. Ну может, если он мне позвольствует, скажет, Саша, давай, я может быть. Ну будет что-то, я не могу вам сейчас открывать все тайны. Молодежь благодаря этому узнает те наши песни, на которых мы росли. В последнее время дуэты с легендами 90-х и перепевки старых хитов набирают большую популярность у молодых артистов. Мы поинтересовались, как звезды относятся к фитам с молодежью. Группа «Нана» призналась, что им идея делать каверы на старые песни очень нравится. Они даже пошли дальше и сами перепели песни начинающих артистов. Мы тоже перепеваем другие песни. Сейчас с Гаязовым градусом обвинялись хитами. Легко ли отдавать авторские права? Не жалко ли? Авторские права? Нет, ну разрешать перепеть? Мы же не отдаем полностью авторские права, мы отдаем часть каких-то авторов. На что? Участницы популярной в 90-х группы «Стрелки» тоже пробуют себя в дуэтах с молодыми звездами. И ничего плохого в этом не видят. Очень хорошо. Мы сделали одну песню «Красавчик» в новом звучании и чуть-чуть там мелодию поменяли. И она получилась очень крутая. Мы с удовольствием, да? Да, нам нравится. Понимаете, это все, что касается творческого процесса. Мы любим это делать, это наша работа, это то, что мы хотим, можем, умеем и любим делать. А вот эпатажный Шура молодежь недолюбливает. Артист говорит, что начинающие исполнители не любят слушать советы. Да и петь с ними в дуэте он не хочет. Но все-таки нашелся один юный певец, ради которого Шура готов отступить от своих принципов. Мне так хватает то, что делаю я, моя дорогая, ни с кем. Многие предлагают, ну будет что-то, я не могу вам сейчас открывать все тайны. Ну вот так желание прямо, знаешь, прямо я бегаю и ищу, с кем мне спеть. Нет, нет, мы с Ларисой Дулиной об этом говорили. Вот, и как бы у нас одно мнение на все. Послушаем, да, мы их послушаем, полюбим, дадим советы, если они будут слушать наши советы. Они же все эти дрожопы, они же все уже гениальные. Они не хотят слушать советы. Я многих люблю. Я люблю Артика Асти, да, и Анну Асти я люблю очень сильно. Я люблю Зиверт, я люблю мальчишек наших, которые вот это, Москва, Питер, как его зовут? Дмитриенко. Он еще к тому же и талантливый, он еще и башковитый. Я очень люблю людей, у которых подкованный русский язык, которые очень хорошо по-русски разговаривают, да. И пацан очень башковитый, очень классный. И это мне еще больше как бы, ну может, если он мне позволит, скажет, Саш, давай, я может быть. Но я не думаю, что это кому-то надо, ни ему, ни мне. Нет. С ним не согласна Катя Рель, которая, напротив, поддерживает перепевки старых песен. Вообще-то тренд, хорошая фишка. Если песня сделана в новом звучании, как кавер, и она интересна, почему нет? Молодежь благодаря этому узнает те наши песни, на которых мы росли. Митя Фомин и вовсе заявил, что хочет сделать совместную песню вместе с молодыми коллегами. Вот только никто из начинающих не хочет с ним петь. Это больная для меня очень тема, крайняя. Почему? Потому что я жду предложения. Вы знаете, вот как ждут предложения замуж, я жду человека, который скажет, что он хочет петь с Фоминым. Я уверен, что эти люди есть, но почему-то они стесняются. Они почему-то не думают, что я тоже жду этого предложения. Поэтому обращаюсь сейчас на все ваши отечественные телекамеры. Вы знаете, я открыт для дуэтов, я открыт для общения. Я очень креативный человек, который может многое. Просто давайте с вами пообщаемся и давайте с вами придумаем что-нибудь новое. У меня сейчас в работе несколько песен. Одна лучше другой. Они мои сольные. Я действительно очень как-то так внимательно отношусь к тому, что я пою. Но время настолько изменилось, что я понял, что мне нужно быть шире, проще, более, скажем так, как это лучше слово-то найти, господи, какое-нибудь адекватнее, да? И люди к тебе потянутся.